привет ой как у тебя ужасно сделан нос что у тебя почему такой у вас я думаю боже но у меня есть зеркало я знаю что с моим носом поэтому когда мне сказали что нужно рассказать историю я же это думаю ну ладно и вообще в камеру сказал бы ребят не делайте или на пластику никогда в жизни я решилась на ринопластику скорее всего это наверно комплексы из детства даже скорее из подросткового возраста что в детстве ты не заморачиваешься вообще особо о внешности у тебя все прекрасно ты живешь наслаждаешься а потом когда тебе исполняется уже лет 14 15 подростки становятся более жестокие они начинают тебе указывать на твои недостатки ты их сам начинаешь замечать не умеешь их скрывать после этого у тебя вырабатываются некие комплексы но собственно я не исключение у меня был такой комплекс наверное лет с 14 с 15 и вот в 19 и 1 копила вот нашла хирурга и собственно решилась на ринопластик первую ринопластику я сделала в 19 сделали мне ее уже с первого раза не особо удачно мне сделали слишком курносый нос ну то есть как трамплит он меня со временем начал уходить куда-то в левую сторону в общем был кошмар еще хуже чем сейчас где-то в 20 22 я решилась на повтор мне посоветовали хирурга вот сказали что классный профессионал но собственно снова что-то пошло не так а сейчас уже видишь я сделаю операцию наверное же даже по здоровью потому что у меня настолько уже там все плохо он у меня настолько натянут что рано или поздно ткань может не выдержать у меня может просто нос там лопнуть либо с ними еще что-то произойти мне все что с твоим носом что с твоим носом ну и блины все об этом говорят и мне уже 25 этот комплекс до сих пор как бы не исчез он есть до сих пор только еще в двойном размере потому что на меня еще больше людей смотрят что в интернете же люди жестокие естественно каждый считает нужным написать о твоем недостатке я хочу чтобы он был здоровым как минимум я хочу чтобы он был ровным не острым и нормального цвета как и вся кожа моего лица без трамплинов без да без всего ну просто человеческий нос хочется я пошла наверное хирургов 5 то есть я наверно буду два искала врача все отказывались на первых потому что это опасная операция долгая и в основном это не узкопрофильные хирурги как например малахов сашу я выбрала во-первых мне его советовали во вторых он у меня как-то высветился в инстаграме я зашла ознакомилась с его работами увидела что он уже работал с такими случаями и очень хорошо их расправляла и естественно я сразу же написала позвонила потому что для меня это важно так как в основном хирурги они вторичками занимаются крайне редко а если занимаются то у них там не особо тяжелые случаи то есть я не из этих у меня именно действительно серьезный неприятный случай с которым нужно возиться то есть перестраивать нос заново но саша этим уже занимался поэтому я доверилась все просто я уже жду не дождусь я не переживаю потому что у меня уже настолько велико желание вот я надеюсь что моя мечта наконец-то сбудется поэтому очень-очень жду и не боюсь нисколько а теперь идем в клинику все Сегодня у нас планируется вторичная операция. Основная сложность данных операций заключается в том, что нам очень важно восстановить нормальную анатомию носа, для того, чтобы он гармонично вписывался в лицо человека. Сегодня у нас девушка достаточно медийная, с очень привлекательной внешностью, у которой достаточно много съемок, и она выступает еще в качестве фотомодели, поэтому принципиально важный момент – исправить все недочеты, которые достаточно сильно бросаются в глаза после предыдущих операций. Основной особенностью вторичных операций является то, что нам зачастую приходится использовать дополнительный материал, в качестве которого выступает реберный хрящ пациента. Это залог успешно проведенной операции, как в плане эстетики, так и в плане функционала, который позволяет нам реконструировать множество структур носа и воплотить все наши задумки в жизни. Продолжение следует... В анфас мы можем оценить так называемые линии спинки носа. В идеале они должны быть более узкие, как у основания, так и у своей верхушки. Они должны быть максимально симметричны и плавно расходиться к кончику носа. Достаточно информативный профиль. Мы видим то, что есть неровности спинки носа. Есть избыточный объем в надкончиковой области. Заостренный кончик носа, что неприемлемо для нормальной анатомии. Колюмела, она достаточно сильно провисает и имеет очень изогнутую форму, что тоже не характерно для нормальной анатомии. Носогубный угол практически взмывает в небо, что делает кончик носа слишком перетянутым вверх. Вид снизу мы можем видеть множественные асимметрии и очень заостренный кончик носа. Они хотят что-то другое, поэтому они хотят что-то другое. И мы все не знаем. Ну что, мы моем руки, готовимся к операции. Сейчас уже операционное поле обработано, сейчас пойдем накрываться и приступаем к делу. Потому что они очень рады. Вот и подошел самый сложный процесс. Мы забрали кусочек ребра, из которого мы сможем восстановить утерянные крыльные хрящи и воссоздать нормальную анатомичную форму наружного носа. Сейчас мы будем этот кусочек нарезать на нужные нам формы хрящевые графты, из которых будем восстанавливать крыльные хрящи. Вот кусочек крыла. Вот и подошла к концу. Технически очень сложная операция. Мы столкнулись со множеством вещей, которые нам нужно было реконструировать. В частности, это спинка носа. Нам нужно было избавиться от неровностей костной пирамиды, закамуфлировать эти неровности. В дальнейшем мы при помощи реберного хряща реконструировали крыльные хрящи, выставили хорошую опору, укрепили перегородку носа и воссоздали кончик носа заново. И мы получили замечательный эстетический результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова